МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем добрый вечер, я Андрей Малахов, и мы в прямом эфире на телеканале Россия. Вот такой была москвичка Каролина Саргисян еще несколько месяцев назад. Яркая, запоминающаяся внешность, практически безупречная красота. А вот так. Девушка выглядела сразу после 9-дневной комы, которая находилась после пластической операции по исправлению носовой перегородки или на пластике. Видать, когда матери выходят и говорят, что нет надежды, что ребенка не спастит. Я хотела быть лучше, я не хотела приносить отрадания своим родителям. Операцию Каролине проводил известный хирург Георг Степанян. Однако после того, как Каролину убезли с операционного стола, девушка просто чудом выжила. Когда я ее увидела, она мне сообщила, что вон христалл крови, вот где они ей делали проколы. Сейчас Каролина утверждает, что во всем виноват хирург. Именно он пробил ей череп, после которого последовали отек мозга, многочасовое кровотечение и кома. Я услышала краем уха, что просто как уже с трупом обращаюсь, их просто перекидывали и поцарапали. Однако Георг Степанян, который уже три месяца провел в СИЗО и вышел под подписку о невыезде, считает, что он не виноват. И чтобы доказать это, впервые после трагической операции готов на очную ставку с пострадавшей пациенткой. И даже на детектор лжи. В прямом эфире. Сегодня. Каролина пришла в эту студию, чтобы рассказать все, что ей пришлось пережить. Встречаем Каролину Саргисенову. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, вот ты молодая, красивая девушка, да? Вот практически безупречная и что-то практически безупречная внешность. Вот что подтолкнуло тебя идти на операцию и что-то исправлять? Ну, вот в первую очередь у меня была искривлена перегородка. Мне было сложно дышать. Я не скажу, что это было критически. Но я сильно хотела вернуть свой детский носик с изгибом. Он у меня начал выпрямляться и слегка расти горбик. Давай посмотрим. Ты показывала свою детскую фотографию и рассказала, как упала в детстве. Внимание. Это вот за две недели до операции. Я очень сильно изменилась. Но это просто другой человек. Я понимаю, что я, дай бог, скоро такой стану, но я любила свою внешность. Я хотела быть лучше. Я не хотела приносить отрадания своим родителям, себе и тем же этим хирургам. Я не хочу, чтобы они страдали, как я. Я не желаю того же. Я просто хочу, чтобы они перестали врачевать и перестали заниматься. У меня был ровный нос. Я хотела изгиб. Ну и пожелаю за этим изгибом. Ну вот видите, здесь он у меня есть, этот изгиб. Если вы присмотритесь в детстве. Он у меня есть. Я просто упала. И вот у меня и искривление, и этот изгиб, он ушел. И я вот думала, я хочу такой носик. Я ни на кого не смотрела. Я еще за два дня до операции думаю, может быть, я сделаю блефаропластику. Ну, такая глупая, честно говоря, мысль. Но я думала, вот как мне Георг Хоренович скажет, так и будет. Вот как он скажет, если мне нужна эта блефара, то я буду делать. Он так смотрит, да, сейчас сделаем все. Снизу видно, да, прям сильно. Он кривой, да. Вот так вот он хорошо. Вот этот шарик, да, вот я еще раз говорю, он уйдет. Например, допустим, надеюсь. Но ноздри-то они... Мне не нравится нос и мои шрамы. Я боюсь, что эти отеки, они не пройдут. У меня вот страх такой. Мне страшно, думаю, пройдет ли все это или нет. Вот это все уйдет. Синяки будут вообще нормально. Я смогу нормально выйти, не накраситься. Вот еще вот этот вот у нас шрам непонятный. То есть доктора не могут понять. Мы проверяли органы, все на месте. Но это первое, что они могли подумать. Зачем сделан был такой надрез? Потому что это прям надрез хороший. Я так услышала краем уха, что просто как уже с трупом обращаются. И просто перекидывали и поцарапали. А скажи мне, все-таки мама у тебя тоже врач, гинеколог. Так, вы как-то совместно искали врача, выбирали его. Как ты оказалась у него на столе? Я сама его выбрала. Я увидела его на федеральном канале. А потом я нашла его в инстаграме. И читала отзывы. Просто все абсолютно шикарные отзывы. То есть ни одного плохого отзыва. Ну и я начала за ним следить. Следила я долго. Смотрела его работы. То есть я думала, ну гений, такие ювелирные работы делал. Такой умничка. Ну и я решила, все, пойду к нему. И я ему полностью доверяла. Просто доверяла больше, чем себе. Для меня он просто был бог в пластической хирургии. Я кроме него никого больше не рассматривала. Ну и мы должны сказать, что у него все-таки за плечами более двух тысяч операций, да, которые он сделал. Поэтому понятно, что это все-таки опытный человек. Вопрос про то, что помнишь ты, да. Вот ты ложишься на стол, да. Начинается операция. Да. Тебе дают... Кислородную маску. Наркоз, ага. Все, больше я вот с тех дней ничего не помню. Я вот только помню, как я проснулась в реанимации. И моих реаниматологов помню и маму. Ну все, я не понимала, что со мной происходит. Я не могла спросить, потому что я не могла говорить. И, ну, я смотрю, думаю, мне кто-нибудь расскажет. Расскажет, что происходит. И ты начинаешь снимать, снимать все происходящее. Посмотрите, ты выходишь из комы, еще даже не понимаешь, что с тобой произошло. То есть ты еще ничего не понимаешь, да? Ты просто тоже в ужасе, да? У меня очень мутное сознание было. Для меня вот это все было как в фильме. Я снимаю, как будто не мое, потому что я была очень отекшая. Там еще не такие отеки. И я руки свои не чувствовала. Это те, это уже дни в палате, когда я могла держать телефон, могла почесать голову и понять, что у меня там уже лысеет голова. Нет этих волос. Да, я думала, что у меня что-то не так. Я спрашиваю у своего реаниматолога, что это. Она говорит, да ничего, я не переживаю шелушиться. Я говорю, ну хорошо, почему я не могу схватить? Вот, вот эти вот, посмотрите это видео, конечно, тоже без ужаса нельзя смотреть. Хочется сказать, уберите детей от экранов. А с глазами, что, почему такие глаза такие, как будто бы ты в каких-то линзах и на праздник. Ну, они, да, налились кровью. Ну, у меня, потому что и ДВС-синдром, и отек мягких тканей, отек квинки, и отек всех органов легких. Ну, там столько всего было, но и поэтому глаза налились кровью. И так, и главное, конечно, вот эта фотография, когда ты в коме, да, вот совершенно обезображена здесь, вся в капельницах. Тебе рассказали, что произошло, что ты была 9 дней, да, между жизнью и смертью. Ну, да, мне рассказывали, но я все равно не понимала. Мне говорят что-то, а я не понимаю. Мне говорят, ну, Каролин, ты не шевелись. Я хотела, у меня вот было неприятно вот это чувство от трубки. Я ее выдергивала, мне говорят, Каролин, Каролин, не шевелись. И держали мои руки. Я не понимала, что происходит. Я просто хотела, чтобы от меня отстали. Я хотела пойти домой. Перед эфиром ты отправилась в этот бизнес-центр, где располагалась эта клиника, где ты делала операцию, чтобы посмотреть, что происходит сейчас там. Внимание. Мы находимся в том месте, где находилась моя клиника. То есть вы можете заметить, что это обычный бизнес-центр. Я вот сюда зашла просто здоровым, красивым человеком. Подчеркиваю, зашла абсолютно здоровым человеком. А вышла вот, во-первых, меня выкатили. Хотя мне доктор обещал, что я уйду на своих ногах. Но меня выкатили под адреналином. И вышла вот я вот. Сейчас увидите, кем. Вот клиника. Сейчас она опечатана. Здесь вот мы вычитали. И опечатано это не следственным комитетом, а владельцами. Выходит так, что, наверное, они ищут тех, кому сдавали это помещение. Здесь табличка висела, табличка этой клиники. Ну, это все было похоже больше на косметологический центр, но не на клинику, в которой оперируют. Вошла, там рецепшн, и слева двери в палату. То есть палата и следом операционная, буквально через 3 метра. Кажется, вот это, да, моя палата, скорее всего. Ну, правда, здесь все уже вынесли. Нет мебели, нет кровати и всего остального. Как только вот со мной вот это все произошло, Георг настраивал меня открытым текстом против Шаха Хитрина. И говорил, что они уже проворачивали такие манипуляции в прошлом, якобы держали в палате, и за 7,5 тысяч в сутки. Тогда я этому поверила. Сейчас я понимаю, что это абсурдно просто. Что за фамилия, ты говоришь, вот эти две? Шах, да? Шах – это главврач этой клиники, где я оперировалась, вот Гульнара Шах. И Лев Хитрин – это анестезиолог, с которым никто не брался оперировать, как я уже узнала теперь. Но вот Георг с ним оперировал. А скажи мне, вот после того, что произошло, Георг как-то выходил на связь? Просил прощения? Пытался как-то… Нет, прощения он не просил, он своей вины не осознает, но он не виноват, он так считает. Он считает, что он абсолютно хорошо прооперировал, в хорошую команду меня привел, и все на совесть сделал, как хороший, грамотный человек и хирург. Он только настаивал на том, чтобы меня увезли из Первой Градской, говоря о том, что там работают люди Шах, и они могут сделать что-то не то, что-то провернуть, то, что навредит ему. И говорит, переведите Каролину, я все оплачу, и лечение оплачу, и так далее. Но моя мама, естественно, не перевела, потому что куда мама не звонила, все говорили, ну вы что, куда с Первой Градской, там лучшие реаниматологи. Скажи мне, ну вот сейчас, что ты хочешь? Я хочу, чтобы они сделали из меня, во-первых, здорового человека, сделали из меня того человека, которым я пришла. То есть человек, который сможет заниматься спортом и не стесняться своей внешности. И, во-вторых, больше всего я хочу, чтобы они больше не врачевали, чтобы их знали все в лицо. Ну что, Георг Степанян сегодня пришел на эту программу. Ты действительно права, что он не считает себя виноватым. Как он объяснит, что произошло с его пациенткой, учитывая, что сегодня в зале огромное количество девушек, которые счастливы и довольны своей внешностью, они пришли вместе с ним. Встречаем Георга. Здравствуйте. Мне очень приятно тебя видеть, Король Наден, в таком состоянии. Если честно, что ты сейчас с нами, что ты сидишь. Было очень-очень тяжело, конечно, все это время смотреть на то, что творилось. И слава богу, что с мамой мы общались с первого момента, то есть мы были всегда на связи. Все было очень тяжело. Ты это не видела, ты это не чувствовала. Очень плохо то, что произошло. Это кошмар. Этот кошмар мы пережили все. И я, и мама твоя, и папа, я это все видел. Я это все тоже с ними проходил с первой секунды, поверь мне. Этот вопрос не должен висеть в воздухе. Мы должны просто разобраться нормально, чтобы понять, чья вина, что случилось. Потому что такое колоссальное количество неправды сейчас крутится в интернете. Я поэтому настоял на полиграфе, чтобы мы прошли все вместе, те, кто участники всего этого, на полиграфе. Все отказались. Получается, что только я прошел полиграф. Скажите, а почему у вас такое вот то, что увидел я в начале программы, и про что Андрей говорит? Какое-то разногласие в вашей команде, если так можно назвать, команда. Есть вы как хирург, есть анестезиолог, есть руководитель клиники. Вот я впервые с таким сталкиваюсь, когда, получается, вы друг на друга сейчас говорите, что кто-то виноват, вы не можете прийти к какому-то общему консенсусу. И мне кажется, первое, что вы должны были сделать, это извиниться перед девушкой. Как минимум извиниться. И неважно, какой будет результат расследования дела, загладить вред. Я полностью согласен. Давайте я напомню, что вы только что провели три месяца в СИЗО по делу Карины. Да, это кошмар, который я пережил. Это понятно, естественно. Вот давайте сделаем так. Чтобы у нас правильно пошел диалог, надо разобраться во всех маленьких деталях тоже. Давайте мы послушаем, что вы рассказали просто до эфира. Мне кажется, вот в этом коротком интервью, которое мы смонтировали, сразу ответы на многие вопросы. Я вообще не представлял в жизни, что может быть такое со мной случится. Шикарно помню каждую секунду этой операции. Никаких проблем во время операции не было. Когда она уже проснулась, все было нормально, все было хорошо, я уехал домой. 14 числа, значит, утром я прихожу в клинику. Мы с ней вместе пошли в перевязочную. Сняли тампоны, почистили ранки. Мама встретила в коридоре, я говорю, вы знаете, у меня 15 числа, то есть на следующий день, у меня операции есть в Армении. Я говорю, с вашего позволения, я полечу буквально на два дня. То есть я уже был в Ереване, я провел свои операции. Звоню ординатору. Состояние у Карелина тяжелое. Берут Карелину в операционную. Я говорю, что случилось? Не могут поставить катетер. Связь полностью отключилась. Потом мне уже скидывали разговоры, что там творилось в клинике. Попробовали поставить катетер на шею. У анестезиолога не получилось, и он повредил сонную артерию. И под давлением начала вот эта кровь, она выливаться в шею и в лицо. Головрач, то есть шах, она как бы зашла в нос. Получается, что отсосом начало там вычищать какую-то кровь, тормошить. Из носа тоже началось сильно обильное кровотечение. Потом сняли гипс с носа, да, что нежелательно, что это делалось без моего ведома. Естественно, сейчас у Каролины разные ноздри. Я же во время операции разные ноздри не делал. Я прилетаю в Москву. Я там встретился и с мамой, и с папой, и с реаниматологом поговорил. Да, мне они что говорят? Что там есть повреждение, основание черепа. Мне говорили, что шах и хитрин. Все они хотят скинуть на меня. Вы знали, что за этим анестезиологом уже есть несколько смертей в другой клинике? Да. Есть главврач клиники, который отвечает за весь персонал, который работает в ней. Я долгое время, очень долгое время работал с Оксаной, нашим анестезиологом, который шикарный специалист, и, в принципе, у нас никогда проблем не было. Буквально за две недели до этого случая главврач уволил, значит, ну, не знаю, в каких условиях это все было, то есть анестезиолога уже Оксаны у нас не стало, как бы все, в клинике. У нас остался только хитрин. Про смерти в Медландже вы знали, которые за ним? Я это знал заранее, до этого тоже. Но и с хитрин тоже. У нас были операции, которые проходили нормально, то есть ничего не предвещало, как бы, беды. А ты знала про смерти у этого анестезиолога? Я вообще не подозревала, что у меня вот такой вот маньяк будет в наркоз водить. И можно еще один вопрос? Вот у меня ваша Юлия, ваша вот медсестра, или вот я точно не знаю. Операционная медсестра. Да, она сразу после операции меня сфотографировала. И у меня была шишка на лбу огромная. То есть это было до... Это не огромная шишка, это нормально во время ренопластики. То есть вот это вот нормальное состояние. Это нормально. С учетом того, что отеки чуть больше, это нормально. Буквально на третий день его уже не было. Уже не было. Просто в реаниматии. Есть хронология фотографий, и там уже видно, что этот отек... Знаете, парадокс заключается в том, что вот когда начиналась программа, некоторые возмущались, и в интернете, я знаю, пишут, что зачем такой красивой девушке было ложиться на операцию там и так далее. Но, значит, первое... Не про это речь. Речь про то, что любой гражданин должен быть уверен в том, что если он хочет лечь на ту или иную операцию, он должен получить надлежащее медицинское вмешательство и лечение. Это первое. И второе, про что вот только мы сейчас начали обсуждать, не дело пациента, значит, узнавать по поводу анестезиолога, был ли он судим или не был он судим, были ли такие случаи или нет. Клиника должна отвечать за то, чтобы специалисты в этой клинике, включая хирургов, были надлежащим образом выполняли обязанности. Хирург тот же самый, тот же самый специалист. К сожалению, в нашем законодательстве отсутствуют возможные привлечения вот подобного рода лиц. Хирург тот же самый специалист. Скажи мне, а ты как вот свою подругу нашла вообще в этой ситуации всей? Я не знала о том, что Каролина собирается делать операцию. Она хотела сделать мне сюрприз. Хотела, чтобы я увидела ее после операции с красивым носом, чтобы я порадовалась за нее, поддержала ее. И узнаю, что Каролина в реанимации. Я приезжаю до следующего дня в клинику. Я увидела Каролину вот в коме вот такой. У нее действительно лилась кровь отовсюду. Отовсюду. Мое мнение, вся вина на вас. Потому что провести операцию без лицензии... Поэтому мы собрались здесь, чтобы понять, с чьей вина на проведение операции. И команда, самое главное, вы собрали команду, в которой вы не были уверены, что виноват один Георг Куренович. Вы пообещали? Вот на меня тоже нападают. И в интернете против меня травлю устроили. Вот ты негодяйка, хорошего человека, семьянина. Лучше бы ты сдохла. Я не понимаю, почему ваши защитники, вот Дана, ваш представитель, почему она против меня такую травлю вообще организовала. И меня проклинают, закидывают. Я не виню только хирурга. Во-первых, 3 месяца я был оторван полностью от всего мира. Когда я посмотрел, что творилось в это время в Инстаграме, какая информация была выдана с вашей стороны, я был в шоке, потому что изначально... Да причем не с информацией, есть экспертиза информации? Скажите, ваша позиция, вы отрицаете свою вину? Какая ваша позиция? Моя вина, во-первых, моей вины во всем, в том, что произошло, конечно же, нет. То есть вы уверены, что виноваты два других человека? Анестезиолог и врачи? Мы должны разобраться или нет? Да, должны. Давайте разберемся. Интересна ваша позиция. Давайте сейчас чуть-чуть, Маша, вы в курсе этой всей истории. Что вы думаете, скажите? Во-первых, я думаю, что совершенно невозможно проводить такие сложные операции в бизнес-центре. Во-вторых, я совершенно не поняла рассказа этого как бы врача, который говорит, что было нормально, сделали перевязку, а потом на следующий день инстезиолог проткнул сонную артерию. Вот что это вы сказали? То есть было нормально, но она ничего не помнит с момента операции. Как это? Да, вот поэтому, чтобы понять это все, я поэтому говорю. Еще зачем шаг стала в нос влазить, тоже непонятно. Ну вот давайте разберемся. Можете сказать, почему Каролине вообще стало плохо на следующий день? Мы этого не можем понять. Из-за обильного вот этих, то есть из-за приема таких лекарственных препаратов, которые я не назначал, то есть смысла я не... Подождите, подождите, вы сказали, что все было хорошо, Вы сделали перевязку, потом ей стало плохо, и затем ей начинают вводить кучу препаратов. 14 числа, когда я снял тампон, и все было хорошо, она своими ногами, она пошла, мама встретила в коридоре, они пошли в палату, мы с ней разговаривали, все было нормально. Хорошо, на следующий день стало плохо. 15 число уже, то есть 15 числа, получается, днем ей стало плохо, то есть утром. Почему? Из-за лекарственных препаратов. Ну что, сейчас мы сделаем рекламу сразу после этого. Мама Каролины, которая была в реанимации, что расскажет она нам, и что скажет она хирургу, а также супруга Геворга, что она пережила за эти три месяца после рекламы. Еще раз всем добрый вечер, это прямой эфир сегодня в нашей студии. Очная ставка, пациентка против пластического хирурга. У нас в студии москвичка Каролина Саргисян. Еще несколько месяцев назад она была яркой девушкой с практически безупречной, запоминающейся внешностью. Однако после ринопластики ей едва удалось выжить. Пробитый череп, кома, отек мозга, многочасовое кровотечение. Сейчас по делу Каролины возбуждено уголовное дело. Подозреваемыми являются хирурги. Георг Степанян, анестезиолог Лев Хитрин и руководитель клиники пластический хирург Ульнара Шах. Хирург Георг Степанян уже три месяца провел в СИЗО, но считает, что он не виноват в том, что случилось с Каролиной. До ухода на рекламу они встретились в нашей студии. Девушка немногое помнит, но хочу сказать, что три месяца за Георга и за Каролину переживала жена пластического хирурга Марьяна Любова. Вот что она рассказывает в интервью нашей программе. Внимание! Как ребенка он воспринимал Каролину, своего ребенка. У меня седативный сон был. Ее должны были разбудить. Главное, чтобы она встала на ноги. Мы жили этим. Мы молились. Моя мама молилась. Мы ее реально полюбили очень. Мы с Каролиной начали общаться. Я написала ей, что я молюсь за нее, что я жена Георга. Говорила, не волнуйтесь, Яна, мы моего врача еще поднимем. Я все сделаю для него. Я не знаю, что произошло. Человек просто за пару дней изменил свое мнение. Каролина писала в Инстаграме, я все сделаю для того, чтобы Георг больше не работал врачом. Ну и что? Трое детей. Ничего. Какая-то озлобленность появилась у этого человека. Просто озлобленность. Я хочу обратиться к Каролине. Я тебе желаю здоровья. Я тебе желаю всего самого хорошего. Ты красивая, хорошая девочка. Ты должна подумать немножечко о том, что ты делаешь. Без него я не могу. Мы очень соскучились. Очень-очень соскучились по нему. Ребенок начал болтать без него. Первый месяц мы сказали, что он на даче с друзьями в Москве. И он ждет, пока этот вопрос решится. И только он приедет. Они ждали. Почему папа, если он с друзьями? Почему он не может? Почему он не звонит? Я каждый день старалась не ловить. Невозможно и так далее. А когда мой заподозрил средний, он вошел в Инстаграм и увидел отца Зарю. Я услышала невообразимый крик, плач. У моего сына есть рассказ. После того, что случилось, он написал фэнтези, что он на какой-то планете и встретил царя, короля. И оказалось, это король его отец. Я отправила ему этот рассказ. Вот буквально недавно, потому что связи не было. Но он не ожидал, наверное, таких переживаний от детей, потому что дети очень переживают. Кевджан, Цаватана, семья с тобой рядом. Всегда. Знай это. Мы всегда рядом с тобой. Георг, скажите, пожалуйста. Марина Саркисян, мама, мама Карины сегодня здесь, в этой студии. Она переживала все происходящее. Так почему же, давайте спросим Марину, сначала все вроде бы были за врача, а теперь семья хочет его уничтожить. Марина, добрый вечер. Как вы прокомментируете интервью Марьяны Львовой, жены Георга, которая говорит, что вроде бы сначала Каролина и вы были за врача и хотели его поддержать, а потом в миг все поменялось? Добрый вечер. Ну, конечно, легко сейчас быть белыми и пушистыми, когда сам человек не пройдет через то, через что пришлось пройти мне, благодаря нашему доктору Степаняну, который обещал мне сам лично, вы мне обещали, доктор, что у вас самая лучшая команда в Москве, что вы отвечаете за них. Вы мне говорили, и Каролина пришла на своих ногах, на своих ногах уйдет. Где ваше обещание, доктор? Вы сами врач, не? Да, вы знаете это. Отлично. И, кстати, давайте я сейчас тоже сделаю ремарку. Я врач, вы об этом знаете, и вы мне сказали, какие бы манипуляции не проводили Каролине в этой клинике, несуйте, пожалуйста, свой нос. Я понимаю, что вы врач. Во-первых, это ложь. Такого я не говорю. Несуйте нос. Я вам клянусь. Это цитата. Одну секунду. Я с вами хотел поговорить при помощи полиграфа. Почему? Без проблем. Потому что вы сейчас прямо мне смотрите в глаза и прямо лжете. Как вам не стыдно? Мне вот очень стыдно. Как вам не стыдно? Я готова прямо сейчас. Я могу подписываться. Аналогично. Что бы ни говорили родственники Каролины и сама Каролина, она может все что угодно говорить. Менять свои там показания, менять настроение и так далее. Но она является потерпевшей. И другой альтернативы нет. И правда на ее стороне. Я понимаю. И то, что мы видим, это результат ваших действий. Действий клиники, действия анестезиолога и неслаженной работы команды. Давайте все не собирать в одну кучу. Я извиняюсь, можно слово, пожалуйста. Действия клиники и мое действие это разные вещи. Клиника находится в бизнес-центре. Не, не, по-аду секунду. Вы берете и улетаете через сутки в Армению. Ну давайте тогда санитарку посадим, главврача посадим, меня посадим и плюс еще администратора посадим. Мама, мама Каролины права. Она к вам пришла. Она не знает анестезиолога. Она не знает шаг. И вы ей лично сказали, не переживайте, все будет хорошо. Каждый отвечает за свой. А вот результат. Вы можете что угодно говорить. Тата, ты знаешь доктора. Всем здравствуйте. Я, конечно, хочу пару слов сказать. Не то, что я только доктора знаю. То есть я эту клинику знаю. Я знакома очень. Я сама пациентка. У меня была абдоминопластика. То есть я родила троих детей. И после этого я хотела потянуть себе живот. Я ничего против, не могу сказать этого врача. У меня совершенно был другой анестезиолог. То же самое. Георг Хоренович, я его узнала по инстаграму. Я приехала к нему, сказала, хочу вот такая проблема. Он мне сказал, никаких проблем, все сделаем, все будет хорошо. У меня проблем не возникло. Почему вот сразу, знаете, один случай и такая ненависть к одному человеку и винить, секундочку, пожалуйста, и винить одного человека. Еще раз говорю, еще раз говорю. Здесь даже речь может быть не про хирурга, а про эту клинику нужно сказать, да, что вот ты же вел свое расследование. Я думаю, что здесь дело в том, что как устроен вообще этот бизнес. Он устроен таким образом, что это многомиллиардные прибыли. И для людей, которые рулят этим бизнесом, им все равно. Но для них смерть не играет никакого значения пациента. Потому что за этим же анестезиологом, за ним еще несколько смертей в клинике Медланш. И было устроено все так, что одна пациентка заходила в операционную, а вторую вывозили в реанимобиле в это же самое время. И когда мы пришли в Медланш, первое, что мы сделали, мы прошли на задний двор и залезли в мусорную корзину этой клиники. И вытащили оттуда кучу скомканных бумаг, на которых была черная бухгалтерия. То есть там было написано, сколько хирургу, сколько анестезиологу. То есть все это, были написаны телефоны, сколько с кого взять с пациентов. И там же работал этот анестезиолог. И мы поняли, что это все было устроено не как клиника. Почему я сказал, что это не клиника, это ООО с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Потому что это все устроено как съемная операционная, куда приходят шабашники. И нужно сказать также, что Гульнара Шах, которая в команде, которая пригласила доктора оперировать, у нее даже на странице в Инстаграм по-прежнему висит место работы. Это клиника Медланш. Покажите нам скриншот. Мы видим как раз врач челюстно-лицевой хирургии клиника Медланш, про которую вы рассказываете все эти ужасы. В Медланш, хотя там погибло 4 женщины и 2 еле-еле выкарабкались, при участии этого же анестезиолога. А никто не наказан вообще. Если вы глянете, если вы посмотрите Инстаграмы, ВКонтакте, дам, которые рулили этой клиникой, которые ей заведовали, то вы увидите, что они сейчас счастливо отдыхают на курортах. Они размещают фотографии с семьей, хотя их пациентки на 2 метра под землей. Георг, зачем вы брали этого анестезиолога, если вы знали, что за ним уже смерти, такая репутация и все? Я не имею права отказать анестезиологу, потому что этим занимается... Я вас прошу, давайте не перекрикивать друг друга. Я не имею права. Я, как и анестезиолог, наемный работник в этой клинике. То есть этим занимается главврач. Ирина Валерьевна, а может хирург отказаться работать с анестезиологом или не может? Анестезиолога на работу берет клиника, да? Но, тем не менее, в некоторых частных медицинских центрах есть такая практика, что хирург приходит со своим анестезиологом, если таково есть. Ну, то есть, если ты совсем не хочешь, ты можешь сказать, я не могу. Давайте правда. Это, конечно, хирург выбирает своих анестезиологов, потому что мы прекрасно понимаем, что 50%... Вот как раз выбрана была Оксана, но Оксану уволили буквально за 2 недели. Я всегда за врачей, но вы же прекрасно понимаете, что анестезиолога вы можете выбрать и отказаться с ним работать, если не уверены в его результате. Потому что 50% успеха операции – это анестезиолог. Давайте послушаем, что вы рассказали о том, как откачивали вашу дочь и что происходило. Марина, внимание. В этой клинике у Гульнары Шах работал некий Марат. Это именно он вызвал скорую помощь. То есть он увидел своим, видимо, медицинским взглядом, что там уже тянуть некуда. И тем самым, честно говоря, он спас Каролину. Когда уже я нашла, где это 24-я реанимация, стала биться, прорываться туда. Меня, естественно, никто не впускал. Когда я ее увидела, она... У нее со всех сторон хлистала кровь. Вот где они ей делали проколы. С глаз, я не знаю, из носа. Со всех сторон. Прямо вот, прям как сито ребенок истекал кровью. А он говорит, она очень ветхая. Я вам не могу ничего обещать. У нас нет никакой надежды. Это страшно, честно слово. Вот эти волосы она мне, вот когда первый раз расчесала, медицинская сестра в реанимации, вот она мне их упаковала, дала. Это вот все, что в первый раз выпало. Потом вот таких кучи у нас было, наверное, пять. И они все выбрасывались, потому что в реанимации мы ее вычесывали. И вот потом у нее остался вот такой хохолочек на этом. И мы состригли его, видите. Сладкая девочка. Родная. Мама, как вы, будучи врачом, не смогли отговорить свою дочь вообще от этой операции? Вы еще блефаропластику. Мама. Зачем вашей девочке 25-летней блефаропластика? Какой красавец. Ответите мне, пожалуйста. Мне говорят, что почему я не отговорил от блефаропластики? Просто так делать мне блефаропластику, поверьте, мне больше делать нечего было, да? То есть, получается, что они захотели, я сделал. Причем я это сделал бесплатно. Мне что, делать было нечего? О чем вы говорите, доктор? Поверьте, бесплатно. Вы даже не заплатили за одну операцию. Вы даже полностью не заплатили за одну операцию. Слушайте, подождите. В инстаграме крутится, что я делаю это все ради денег. Ради, не знаю, это все делается ради денег. Конечно, ради денег. А что, не ради денег? Сначала не выписали одну пациентку, улетели за вторую. Не ради денег? Вы бизнесмен. Нет. Извините, Гебор Хоредович, вы бизнесмен. Эти люди за полгода уже брали билеты. Все это расписано. Я просто, я не знаю, за полгода или за что, просто я за неделю к вам попала на операцию. И, естественно, я не в ко... Мне просто интересно спросить у вас, у всех, сколько должно быть жертв у хирурга, чтобы он был дном? Мне просто интересно, 10, 20, сколько жертв, чтобы его не считали хирургом? А что означает жертва? Ну, жертва, вот такие уродливые, как я, например. Что значит уродливые? Или вот это при смерти, или людей с дырками в носу. Подождите, почему вы... А что такое дырка в носу? Что такое дырка, друзья мои? Когда нитка, например, вылазит из носа. Давайте послушаем Константина. Я думаю, что он хорошо понимает психологию всех сидящих сегодня здесь. Что касается вот того, что вы сказали, добрая собака, добрая, пока она не укусит. Как только она укусит, она становится злой. Это психология людей. Здесь не расследование преступления. Понятно, что все случилось. Здесь расследование ответственности. Это история про ответственность. И я как психолог, который тоже работает с людьми, могу сказать, Жень, тебе прекрасно. Это неправильно, когда говорить о том, что пациент не должен искать информацию о том, куда он идет, с кем он работает. Ответственность человека начинается с его рождения. Я несу ответственность за свое тело, за свою судьбу. Я несу ответственность, чтобы со мной не произошло вот это. И моя ответственность заставляет меня смотреть, кто хирург, с кем он работает. Моя ответственность заставляет приходить в бизнес-центр и принимать решение, доверяю я этому или не доверяю. Были времена, наши женщины скажут, когда, конечно, мы не думали, потому что государство все так контролировало, что чуть ли не врач, а то светило медицины. Сейчас никто ничего не контролирует. Каждый сам за себя. И, конечно же, Георгий, да, вы врач, но все эти частные клиники это быть врачом и зарабатывать деньги. Зарабатываем деньги. Здесь отрицать глупо и бессмысленно. Иначе бы все врачи работали бы в поликлиниках и в городских больницах. Они уходили бы в это. Да, ну, я дам еще там слово. Я понимаю, что больше всего вас возмущило в этой истории, что когда все произошло, теоретически сторона хирурга согласилась выплатить вам компенсацию в миллион, но принесли гораздо меньше денег. Правильно? Так, стоп. Никакого не было. Не было такого. Никто нам ничего не соглашался возмещать. Я извиняюсь, что я запинаюсь. Нам позвонила сторона ШАХ. Ее представители сказали, мы понимаем всю серьезность, мы понимаем, что нужны средства на восстановление. Мы готовы вам выплатить миллион рублей. Мы согласились. По факту, когда мы приехали, опять-таки, они нас обманули. По факту принесли 500 тысяч. Сказали, напишите расписку, что мы вам начали возмещать ущерб. Я прошу прощения, никто фамилия назовите. Адвокаты. Я же вам говорю. Адвокаты ШАХ. Представители, то есть не Геворг. Нет, нет. Геворг нам... Сторона Геворга, я извиняюсь, я это тоже озвучу. Предлагали нам, как сказать, деньги взять под проценты. У меня все скрины есть. Такого не было. Сейчас перейдем к этому. У меня есть скрины, когда ваш... Отлично. Много скриновей есть. В общем, по факту, по факту. В общем, 500 тысяч, хорошо. И мы на этом обманули. Сказали, через три дня будет вторая половина, значит. Но на этом все закончилось. Ладно, бог с ними. Деньги заработаем. Так, я рассказываю, что нас ждет еще одна короткая реклама сразу после этого. Анестезиолог, которая ушла из клиники за две недели до операции Каролины. Почему она это сделала? А также личный помощник Геворга. Что расскажет нам она после рекламы? Еще раз всем добрый вечер. Если вы только что вернулись с работы, сегодня в нашей студии громкое дело пластического хирурга. Пациентка против врача. Москвичка Каролина Саргисян еще несколько месяцев назад была яркой девушкой, с практически безупречной, запоминающейся внешностью. Однако после ринопластики она едва выжила и выглядела вот так. Пробитый череп, кома, отек мозга, многочасовое кровотечение. Сейчас по делу Каролины Саргисян возбуждено уголовное дело. Подозреваемым является хирург Геворг Степанян, анестезиолог Лев Хитрин, на счету которого уже несколько смертей, как мы выяснили, и руководитель клиники, пластический хирург Гульнара Шах. Хирург Геворг Степанян уже три месяца провел в СИЗО и считает, что он не виноват в том, что произошло с Каролиной. И чтобы доказать свою правду, Геворг решился пройти детектор лжи. Его результаты чуть позже, сегодня в нашей студии. А сейчас я хочу продемонстрировать вам переписку Каролины и Даны, представителя Геворга. Внимание на экран. Даночка, как тебе работа твоего брата? Все еще будешь продолжать говорить людям, что он настоящий хирург? Каролина, привет. Ты знаешь прекрасно, как мы все за тебя переживали. Доктор не из-за себя примчался из Еревана. Мне лично тебя очень жалко. Но зачем? Куда вы дели человеческое отношение? Ты прекрасно слышала слова врача Первой Градской больницы, что хирург ни при чем, что это лекарство. И вымогать деньги за правильные показания – это подло. За которого Геворг в ответе, Даночка. Ты этого не понимаешь? Я должна отвечать за его анестезиолога? Он в его команде. Он сказал, что это его команда. От начала и до конца реабилитации по закону отвечает хирург. Хоть этот закон ты знаешь? Ладно, время и закон расставят все на места. Но работы хирурга я всем покажу. Его пострадавшие просят показать его настоящие работы. Человечно вымогать деньги за правдивые показания? Пострадали люди тоже. Дождемся судмедэкспертизы. Посмотрим, что ты дальше придумаешь. Здоровья тебе. Честно. Ты только и говоришь, что за правду. Но по факту я вижу только клевету. И пойми одно. Не Геворг умирал после ринопластики. Все, пока. Геворг с тюрьмы звонил, наезжал на меня. Дана, я не закрыла результаты КТ. И вот та травля, она Геворга закапывает глубже. И деньги тут ни при чем. Ты видишь? Ты знала, что Геворг звонил мне из тюрьмы и наезжал на меня? Ты знала, что его брат угрожал отправить ко мне домой людей, дабы разобраться с нами? Это считаешь человеческим отношением? Дана Шлотова, с которой вы сейчас слышали переписку, представитель Геворга в нашей студии. Давайте спросим, что она думает о всей этой ситуации. Здравствуйте. Во-первых, хочу сказать, что насчет угроз, угроз никаких не было. Во-вторых, люди... Давайте дослушаем. Если что-то не знаете, давайте, не наезжаясь, давайте послушаем. Если не было, то не было. Есть доказательства? Извини, звонка тоже не было, Геворг. Ты почему брат Геворг может звонить из тюрьмы, когда он сидит? Вообще не так. А то, когда мы все здесь не знаем, что могут, может, что он в тюрьме позвонить. Извините, из тюрьмы очень часто звонят и общаются, уж поверьте. Вы знаете, у меня связь такая есть. Звони, ты говоришь мне, Каролина, ты почему без тебя? Я не дрожала. Ее мама, когда увидела ее состояние после разговора с вами, Слушайте, мы тоже дрожали. Вы не представляете, что с нами было. Ты должен говорить с вами, потому что вы безответственно очень поступили по отношению Каролине. Вы выбрали некую команду и заверили всю ее семью, что она... Вы не слышите, что я вам говорю, что здесь не я выбираю. Как это не выбирали? Выбирает главврач. Вы пообещали ее семье, где ответственность была. Выбирает главврач. Вот я про это говорю, Георг, я вот тебе вопрос задаю. Я хочу, чтобы честно ты ответил здесь. В какой момент начинается граница твоей ответственности как хирурга и в какой момент она заканчивается, когда ты говоришь, что здесь... Я уже все... Давайте так, логически. Вот, смотри, возможно, операция прошла успешно, никто не спорит. В какой момент закончилась твоя работа, чтобы сказать... Моя работа не закончилась с ней. Вот! Ты, как хирург, несешь ответственность за своего пациента. Моя работа была прервана. Прервана. Об этом говорят люди. Этого они хотят добиться. Смотрите, моя работа с ней длится минимум 6 месяцев. Это минимум, я говорю. То есть сняли гипс, полностью сняли пластырь, и после этого она ходит еще некоторое время, каждый месяц, то есть на проверку должна была приходить. Естественно. Но если нас прервали... Как это прервали? Как это прервали? Вот давайте разберемся, как прервали. Нет, вот бомба упала. Давайте разберемся, где эта бомба. Скажи мне тогда, что вас прервало. Вот поэтому я и говорю, давайте разберемся, где бомба. Скажи, скажи, бомба была. Адвокат Каролины. Его прервало то, что он захотел заработать еще больше денег. И уехал в Армению, если на чистоту говорим, вот эти цифры тоже меня в покое не оставляют. Что было сделано Каролине или с вашего позволения, если так уж дело пошло, что вы озвучили сумму? Георг Харенович, давайте я расскажу теперь, как дело было. Георг Харенович лукавит. Он вообще не имел права проводить эту пластическую операцию. Как? В соответствии с приказом Министерства здравоохранения от 2018 года. Что именно я не имею права работать? Конечно, конечно. Именно я. Конечно. Потому что вы работали в клинике, которая не только по документам не отвечала требованиям, но еще и помещение именно меня. Вы понимали, вы специалист, вы профессионал. Я не то, что меня, меня кто-то запретил. Вы понимали, куда вы ведете пациента, что клиника не отвечает требованиям. Во всей Москве меня запретили работать. Вы понимали это? Георг, вопрос в том, в этих предлагаемых обстоятельствах ты имел право работать? Я то, что я не имел права работать именно в этих обстоятельствах, я это узнал после того, как этот случай случился. Почему? Подождите, подождите. Одну секунду. Вы приказом знакомы Министерства здравоохранения 2018 года? Вы абсолютно правы. Надо, надо, я еще раз говорю. Скажите вообще, на каком основании на территории Российской Федерации вы, как врач иностранный гражданин, осуществляете свою деятельность? На основании лицензирования, которое я прошел. Покажите, есть этот сертификат? Да, конечно, есть. Вот. Вот этот сертификат. Когда вы его получали? Это не сертификат. Я за этот диплом сдавал экзамен, где сидели? Из Министерства здравоохранения, Роспотребнадзора, из кафедры профессора. Хорошо. Я сдавал один экзамен. Хорошо. Значит, с законодательством Российской Федерации вы знакомы? Поскольку, поскольку, да. Приказ, который вступил в силу 3 июля 2018 года Министерства здравоохранения. Поэтому я продал свою клинику. По профилю пластическая хирургия, вы знаете? Поэтому я продал свою клинику. И повели в клинику, которая не отвечает этим требованиям. У которой была лицензия на все это. У клиники есть лицензия. Потом дальше поехали. Вы знали, вы много раз оперировали. Больше двух, больше трех раз вы работали с хитреным. Знали, что этот анестезиолог может пациента погубить. Никаких проблем у меня тогда не возникло. Вы согласились на работу с ним. Следующее. Вы не проконтролировали вопрос назначения и применения препаратов. Я не назначал. Я не назначал. Вы занимались контролем по ватсапу. По ватсапу. Хорошо. Давайте я вам так скажу. Вы прооперировали. Вы прооперировали. Вы не в клинике. Дома себе сидите. По требованию Министерства здравоохранения, пластический хирург должен дежурить в клинике круглосуточно. А вы уехали. Одну секунду. Я не должен дежурить. Я прооперировал. Я прооперировал. Я ухожу домой. Одну секунду. Давайте дослушаем меня. У вас была информация, что состояние пациента ухудшается. Это подтверждает даже те медсестры, которые с вами работают. 14 числа. Можно дослушать. 14 числа. Оксана Кослова, ассистентка хирурга, была анестезиологом в этой же клинике. И Марина Хоменко, администратор управляющей клиники Гульнар и Шак сегодня тоже здесь. Давайте пригласим их к нашему разговору. Добрый вечер. Марина, ну послушайте, тут про Гульнару Шак такое порассказывали. Просто страшно становится. На самом деле я с Гульнарой Шак Катовиной проработала очень долго, в течение четырех лет. Я могу сказать, что это замечательный руководитель, замечательная женщина. Как специалист она тоже замечательная. Наша клиника работала. Вот Каролина говорит, да? Привет, Каролин. Она сейчас озвучила это. Меня очень сильно возмущает, я слежу за всей этой ситуацией. Меня очень сильно возмущает, что она говорит, клиника была похожа на косметологическую. Это неправда. Совершенно неправда. Клиника оснащена полностью всем соответствующим. Мы прошли Роспотребнадзоре полностью проверку. И реанимация тоже там была? Все есть. Я не могу сказать, что мне нужно было. Каролина, а вы это проверили? Я должна это проверять? Да, вы должны проверять. Потому что клиника была оснащена. Она не должна проверять. Должна. Это ответ. Прости, пожалуйста. Но Саша Карпов нам только что рассказывал, что... Он рассказывал про другую клинику. Он рассказывал про Медлан. Очень легко принять, я поняли. Вы имеете отношение к... Какая разница? Большая разница. Никакой разница вообще. Разница очень большая. Разница очень большая. Мы прошли проверку Роспотребнадзора. Секундочку, пожалуйста. Вы стоите на опасный путь поддержки. Секунду. Разве может быть клиника пластической хирургии в бизнес-центре, Андрей? Ну, она не может быть... Сейчас не может быть. Раньше могла быть. Буквально два месяца она нельзя была. Но вышел новый закон, когда в отдельно стоящем здании должно быть. Не было ничего, что предусмотрено новым законом. Там было следственное комитет выдумывали. Подождите, не было лицензии. Есть заключение Роспотребнадзора. После того, как вышел новый закон, что нужно в отдельно стоящем здании. И этим руководителям занималась. Вы же понимаете, она находилась в отдельно стоящем здании. Регена не была. Просто знаете, что меня убивает? И анимации не было. Что меня убивает? Каролина сама говорит, что клиника была похожа на салон красоты. А какого черта ты пошла туда оперироваться? Если ты говоришь, что это салон красоты... Маша, вот я хочу сказать, насколько опасно смещать акценты. Это клиника, тихо. Это шарашки на конторе. Это не шарашки на конторе. Да помолчите. Это не шарашки на конторе. И доктор когда говорил, что пришел в команду, привел. Да, я буду говорить, потому что доктор сказал, что он приходит нормально. Это нормальная клиника была до того, как лицензию отожрали. Могите ее, пожалуйста. Да, пожалуйста, Маша. Я хочу сказать, что это шарашки на конторе не ООО, а ОПГ. И все они. Знаете, что мы работали, мы с ней работали. И вся вот эта команда, это подельники, поэтому ОПГ. Этот хирург знал, что несколько смертей на совести этого, да весь интернет это знал. У нас работала команда профессионалов. И вы знали, что вы убили, что вы работаете с полицей. Марина, видно, профессионалов. Еще очень важный момент. Я еще не договорила. При этом я хочу сказать, что этот хирург сломал девушке жизнь. Вся ее жизнь уйдет на реабилитацию не только физическую, но и психическую. У каждого хирурга есть свое маленькое кладбище. Вы, уважаемый хирург, если вас можно так назвать, вы только что на данной программе фактически подтвердили свою несостоятельность и непрофессионализм. Знаете, в чем? В том, что вы сами сказали, что у вас была своя клиника, которую вы незадолго до операции с Каролиной закрыли. То есть вы знали все про то, что говорит Андрей, про то, что вы не имели права работать, про то, что лицензии в клинике нет. И вы идете, устраиваетесь в другую клинику только ради бабла, чтобы зарабатывать деньги. Только ради денег. Только ради денег. И вы ради денег поехали в Армению, других людей оперировать. Отлично. Вы где-то работаете? Да, работаю. Зарабатываете? Да, зарабатываю. Ради бабла? Я зарабатываю честным трудом. А вы не знаете, Георг, 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 вы знаете о нарушении операции. Давайте успокоимся, потому что хочу сказать, что многие коллеги нашего хирурга отзываются о нем как о профессионале. Внимание. Он один из тех хирургов в Армении, которые вообще слушают, что говорит пациент. С легкостью мог сказать нет, если решил, что пациент неадекватен, желание неадекватное, и что реально не надо делать эту операцию. О хорошем специалисте нужно судить по количеству пациентов. Очень много было пациентов. Даже во время очень важного разговора он всегда оперировал разговор, потому что он говорил, звонит мой пациент. Для него это святое. Он оперировал моих очень родных людей. Я всегда его советовала как лучшего пластического хирурга. В Армении очень востребованный специалист. К нему нужно записаться за несколько месяцев. И недавно я слышала какой-то коммент от пациентки, которая радовалась. Ну хорошо, что у него там в России проблемы. Он приедет сюда, к нему легче будет попасть. А то уже мы сколько месяцев не можем к нему попасть. Начинающим хирургам очень трудно. Первые дни, первые операции. И это плечо, эта помощь дал мне Георг Хоренвич Степанян. У него очень много благотворительных операций. Там он часто оперирует совсем бесплатно детьми с лапоухостями. То, в какой ситуации сейчас находится семья, жена, трое детей, это нечто ужасное. Все хирурги, они каждый день по много раз ходят по лезвию бритвы. И никто не застрахован от ошибок. Я верю, что с его стороны не было никаких ошибок. И мы требуем, можно сказать, чтобы был справедливый суд. Андрей, вы тут прямо одну секунду. Здесь все знают известного врача, хирурга Лео Бакерия. Лео Бакерия сказал следующие слова, что в медицину идут не за баблом. В медицину идут, потому что это призвание помогать людям. А вы взяли и улетели. И про бабло я тут больше всего слышу от вас. Ну что, сейчас мы успокоим зал. Еще одна реклама отделяет нас от момента истины. Пластический хирург сядет на детектора лжи. А также из Америки его брат, который, как утверждает семья пострадавшей, угрожал им. Было это или нет? Все подробности после рекламы. Еще раз всем добрый вечер. Это прямой эфир. Сегодня в нашей студии москвичка Каролина Саргисян. Еще несколько месяцев назад она выглядела вот так, а после ринопластики ей два удалось выжить. По делу Каролины возбуждено уголовное дело. Подозреваемым является хирург Георг Степанян. Он сегодня в нашей студии, он уже провел в СИЗО три месяца. Георг не чувствует своей вины и считает, что во всем виноват анестезиолог Глеб Хитрин, на счету которого уже четыре смерти. А также руководитель клиники Гульнара Шах. Сегодня мы пытаемся понять, кто прав, кто виноват и где та мера ответственности, которая лежит на каждом, кто идет на пластическую операцию. Каролина, что ты хотели сказать? Вот мне говорят, доктор хорошо оперирует. Я не отрицаю это. Конечно, за 18 лет стажа, извините, конечно, будут довольны пациенты, но сколько пострадавших... Со мной очень много докторов работало. Я тебе могу сказать, знаешь что? Я пойду именно к нему. К самому лучшему хирургу. Ты, может быть, извини, пожалуйста. После тебя тоже, после твоего случая... Ну вы бы так хотели, чтобы вас хирург прооперировал и улетел. А что с вами делали, чтобы он все равно... Это нормально, спасибо. Давайте успокоимся, Оксана. Хочу спросить вас, объясните мне, что было с Каролиной? Вы все-таки и с этим анестезиологом, про которого мы говорим, у которого 4 смерти. Я сама врач-анестезиолог, и я знала про то, что происходит с Каролиной, потому что девочки, которые там работали, они мне писали и рассказывали, что с ней происходит. Сама я ушла за 2 недели до этого случая из этой клиники. Одна из причин, почему я ушла, у нас были конфликтные ситуации с этим анестезиологом. То есть, я считаю, это не профессионал своего дела. Я видела, я ходила сама, исправляла его ошибки в операционную. Но ты знала, что у него 4 смерти за плечами у этого анестезиолога? Мы знали, что он пришел из медланджи. Когда он пришел к нам из медланджи, нам это предоставили все так, что виноваты препараты. Типа, то ли просроченные препараты были, а в случае с Каролиной, кто виноват тогда, объясни мне. Анестезиолог виноват. Потому что он проводил неадекватную ей терапию, которая ей не нужна была. Вы ответили всем. Я думаю, за 3 месяца, сидя в 4 стенах, вы думали об этом. Степанин должен был настоять, чтобы вы пришли. В чем была ваша ошибка? Я выписал не раз пациентку. Я выписал ее 13-го числа, я выписал ее 14-го числа. Сколько можно сказать человеку, иди домой. Останешься, не будет ничего хорошего. Я с первого дня, пусть, 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 я не заберу. А, секунду, я извиняюсь. Когда 13-го числа начали уже капать капельницы, что я вам сказал? Не сказал, что такое количество лекарств не надо делать, Каролине? Сказали. Вот смотрите, давайте еще на этот вопрос мне ответим. Вот эти, сказал или не сказал? Да, сказали, сказали. А я причем. Когда главврач назначал эти лекарства, анестезиолог вместе назначили эти лекарства, я сказал, не надо делать, идите домой. Состояние Каролины соответствует всем тем нормам, которые соответствуют после ринопластики. То есть надо идти по цитке домой. Почему вы не ушли, мама? Почему вы не ушли, мама? Давайте мне сказать. Мне же никто ничего не дает сказать. Они провели маленький консилиум, то есть доктор Шах, Хитрин и Степанян. И пришли к общему мнению, что Каролина... Степанян там не было. Вы с чего это взяли вообще? О чем вы говорите? Да я там была. О чем вы говорите? Нет, когда он сказал, я ее выписываю. Когда он сказал, когда Степанян сказал... Вы не боитесь, что камеры есть в бизнес-центре? Подождите. Вы этого не боитесь? Дай скажу. Степанян сказал... Дайте мне сказать. Степанян сказал, я Каролину выписываю. Я очень сильно обрадовалась этому. Потом они строем собрались, что-то обсудили. Шах сказал, нет, я не выписываю. И главный вопрос, Оксана, как к анестезиологу. Сколько человек... Вот какое кладбище должно быть у анестезиолога, чтобы его лишили в арафике и посадили? Вот у меня главный вопрос. А мне с тобой-то интересно. Вы знаете, как не радовались, когда он к нам пришел в клинику? Я не радовалась. Почему я должна идти за него, включать аппарат искусственной вентиляции легких? У него девушка в наркозе, а аппарат не включен. Как это его? Почему? Почему? Человек с криминальной просмой. Я никуда не знал. Поводитель не слушал нас. За которым трудно. А вопрос тогда, как Шах взяла этого человека с криминальной просмой? Она считает, что это лучший анестезиолог в Москве. Она же тоже работала в Медланже и знала. Брат, Деборка, Константин Степанян, что вы скажете сегодня? Вы звонили действительно в семью? Я звонил в семью. Я поговорил с отцом. Никакого такого не было, что я угрожал отцу или говорил только вам домой кто-то приедет, что-то сделает. Лишь одно только сказал. Они просили денег в долг. 200 тысяч рублей. Они просили в долг. Я отцу сказал, если хочешь, я могу это достать под процент. Я буду проценты выплачивать. Насколько тебе надо эти деньги? Они сказали, на месяц-полтора. Я им сказал, вам два месяца. Я эти два месяца буду платить эти проценты. Деньги будут. Это все было. Было или не было? Все было. Было разговор. Ведущего полиграфолога. Мы сегодня говорили уже про то, что Георг Степанян прошел детектор лжи. Что расскажет нам Елена? Встречаем ее. Оксана и Марата. Я благодарю. Потому что Оксана вызвала. Оксана все это для всех подонесла. А Марат вызвал скорую. Все. Оксана, тебе отдельное спасибо. Ты откуда знаешь, что Марат вызвал? Телефон мне дали вызывать скорую. Я читала. Мы читали показания. Я читала, что было, когда... То, что читаете, и то, что было на самом деле, это разные вещи. Это три раза. Совершенно разные вещи. Елена, добрый вечер. Извините, тут сегодня очень жарко. Итак, вы проводили как раз сеанс. Да, я проводила тестирование. У нас было шесть проверочных вопросов. Из шести вопросов на два вопроса Георг говорит правду. На четыре он лжет. Давайте посмотрим, как это все проходило. Внимание. Во время проведения операции Каролины Саркисян возникала ли какая-либо нештатная ситуация? Нет. Вы являетесь сертифицированным пластическим хирургом? Да. Во время проведения операции Каролины Саркисян вы отклонялись от положенного протокола? Нет. Вы намеренно скрыли какую-либо информацию о состоянии Каролины Саркисян сразу после проведенной ей операции? Нет. Ваш брат Константин угрожал физическим насилием мужа Марины Саркисян? Нет. Нет. Если бы вы совершили врачебную ошибку, вы признались бы в этом? Да. Вы или ваши представители предлагали семье Каролины Саркисян какую-либо денежную сумму с целью отозвать исковое заявление суда? Нет. Неправда это. Неправда. Вот вопрос про угрозу родственника вашего. Да, кстати, мы окажем. То, что вы ответили ложь. Это соответствует правде или нет? То, что мой брат не угрожал, я в этом уверен на 100%. Нет, ну смотрите, это факт, я тоже подтверждаю. Я приехал к Каролине домой, и они мне рассказали о том, что звонили представители и угрожали. Написано даже заявление официально. То есть это не просто так. Угрожал как? Чем? Он сказал, я отправлю вам людей, и вам переломают ноги. Вот так. Такого не было. Уверены вы? Вот как угрожал. Поверьте, такого не было. Маш, тебе не страшно после этого делать пластические операции, скажи мне, послушать сегодня? А почему вы не прошли? А кто меня пригласил? Меня никто не приглашает. Марин, секунду. Это некрасиво, вы так говорите. Скорее всего, меня многие здесь осудят. Но, конечно, доктор ведет себя по-ублюдски совершенно. Карина стала жертвой, человек чуть не умер. Я извиняюсь, я вас перебью. Вы знаете, я что поняла, в нашей стране так вышло, что вся эта история, вообще любой поход к пластическому хирургу или к косметологу, в нашей стране это русская рулетка. Пока это не будет регламентироваться каким-то образом на законодательном уровне, ничего не поменяется. Но я же таки надеюсь, что судебно-медицинская экспертиза, которая, как я понимаю, еще не готова, да, еще не готова, ответит на вопрос, кто виноват во всей этой... Просто выписку из Первой Градской, которая апеллирует Дана, спасибо за выписку, она еще с насмешками, понимаете, пишет и говорит, типа... Спасибо за выписку, у нас козырь руководит, еще не знает, что будет... Карина, давай так, четыре человека, быть ты проклятым. Я тоже считаю, что... Это, 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 речь идет о другом. Когда ребенок стует два пальца в розетку, я понимаю, это ребенок, я за него отвечаю. Когда женщине за 20, о чем говорит женщина, что пластическая хирургия, это ответственность за свою жизнь, чтобы потом этого не происходило. Я пошла к человеку с 18 лет, и у тебя не к цирюльнику пошла. Ответственность за свою жизнь, свое здоровье. Я не к цирюльнику пошла оперироваться. А вы несете ответственность за ту команду, с которой делаете эту операцию. Я главврач. Вопрос про то, что действительно говорит наш психолог о том, что каждый должен быть ответственен и не перекладывать ни на кого свои обязанности. Я считаю, что сегодня твой опыт и твоя история должна подтолкнуть молодых девочек задуматься о том, кому идти, у кого делать, да, и нужно ли, самое главное, возвращать свой детский нос, чтобы стать счастливой. На сегодня все. Сейчас 60 минут. Мои коллеги любят слова. До свидания.